все ваши друзья уважаемые коллеги ну прежде всего мне конечно хотелось поблагодарить за возможность принять участие и в этой секции в конференция все проходит замечательно я уже послушал сегодня 2 секции предыдущую которая была посвящена немелкополечному раку легкого и эту которая посвящена жкт действительно многие вещи которые произошли в мире в этом году они были уже освещены здесь как такой дайджест информации которые за короткое время укладывается довольно плотно но с другой стороны довольно широко и безусловно это совершенно великолепная инициатива которая ни всякого сомнения должна продолжаться моей задачей на сегодня является кратко поделиться с вами нашими представлениями об оптимальных представлениях терапии метастатического колоректального рака начиная и говоря про колоректальный рак важно сказать что это конечно опухоль относится среди опухолей желудочно-кишечного тракта к очень частым опухолем и безусловно у лечить при лечении колоректального рака нужно иметь в виду много аспектов например то о чем говорил предыдущий лектор потому что опухоли колоректальной природы довольно часто появляются у пациентов пожилых которые по-другому переносят лечение у которых может быть выражена сопутствующая патология которые получают много лекарственных препаратов соответственно нужно конечно учитывать факт много различных факторов когда рекомендуется лечение так или иначе за последние 20 уже наверное 30 лет представление о лечение колоректального рака изменили существенно и мы увеличили выживаемость пациента с метастатическим заболеванием с 6-9 месяцев до 30 и более месяцев и это тот срок который должны проживать пациенты с метастатическим заболеванием в настоящее время к сожалению и эта тенденция которая неумолимо в течение последних 15 лет это появление все большего числа пациентов молодых для этого заболевания с возрастом менее 50 лет это тревожные тенденции которые с одной стороны связаны с изменением диеты изменим образа жизни с другой стороны вне всякого сомнения появление большего числа молодых пациентов предъявляет конечно значимые требования и к нашим подходом в лечении потому что мы можем эти пациенты лучше переносит лечение мы можем лечить их более агрессивно безусловно больше места для проведения локальных методов лечения и все это вместе вне всякого сомнения должно отражаться на перспективах этих пациентов история лечения лекарственной терапии колоректального рака берет свое начало с появления второперимединов и дальше на протяжении многих лет именно эти препараты оставались единственным что было активно в отношении колоректального рака тем не менее последовательно в течение 90-х годов было были инкорпорированы еще 20 статических препаратов и ринтекан оксалиплатин и именно эти три препарата второперимедины и ринтекан и второраций они составляют основу лечения колоректального рака именно чередование сочетание реинтродукция этих лекарственных препаратов в различных последовательностях и определяет максимальную выживаемость для пациентов с метастатическими заболеваниями это принципиально что именно цитостатические препараты на настоящий момент для пациентов с метастатическим колоректальным раком являются той основой той тем краеугольным камнем который определяет максимальные показатели выживаемости для этой категории пациент но безусловно прогресс не стоит на месте появляются новые препараты и что важнее эта тенденция наверное большей степени последних лет появляются новые подгруппы об одной из них сегодня уже шла речь анина вадимовна рассказывала про опухоли ассоциированные с наличием микростолитной нестабильности которые являются высоко чувствительными к действию препаратов с иммуноопосредованным механизмом действия безусловно да появляются новые и среди них это опухоли с наличием активирующих мутаций бираф о них я скажу чуть чуть позднее так или иначе в отношении лечения опухоли кларектальной природы основной основными таргетными препаратами которые касаются применение которых касается наиболее широкой группы пациентов являются антиангиогенные препараты и препараты которые направленно блокируют рецепт терапидермального фактора роста первыми в историческом плане были антиангиогенные препараты в исследовании со струйным режимом фторурацила и эринтыкана добавление к нему первого антиангиогенного препарата первого антиангиогенного препарата белосузумаб показала свое преимущество в отношении показала свое преимущество в отношении просто цитостатического режима При этом похожие тенденции были дальше подтверждены и для инфузионных режимов, а также для режимов с таблетированными в таблетировании в таблетировании в таблетировании, которые позволяли достичь больших показателей выживаемости при использовании с антиангиогенным препаратом, при сравнении их только с цитостатической терапией. Другими таргетными препаратами, которые заслужили свое место в лечении опухоли колоректальной природы, является анти-GFR-терапия. И первым исследованием, в котором была показана эффективность цитоксимаба, одного из первых моноклональных антител, направленных на блокирование рецептора эпидермального фактора роста, было исследование кристалл. В рамках этого исследования было показано впервые, что пациенты с колоректальным раком без активирующих мутаций в генике РАС и впоследствии НРАС получают значимое преимущество в дополнение к цитостатической терапии. В данном случае это была лекарственная терапия по схеме фулфирий от дополнения антиангиогенного препарата. Таким образом, на настоящий момент наши представления о лечении, в оптимальном лечении колоректального рака довольно сложны. И самое принципиальное, безусловно, это даже не определение молекулярно-кинетических факторов, хотя это, вне всякого сомнения, важно. Самое важное — это не комбинирование различных препаратов, а самое важное — это определение целей, которую можно преследовать у данного пациента. И первой группой, которая, к счастью, становится всё менее и менее распространённой, являются пациенты с функциональным состоянием, которых не позволит использовать у них комбинированный режим. И для этих пациентов исторически монотерапия является одним из вариантов лечения, которая, к счастью, для этих пациентов позволяет достичь таких же показателей выживаемости, как и было получено для более агрессивных комбинированных режимов об фронт. Одним из исследований, в которых рассматривался вопрос последовательного использования состатических препаратов, было исследование Фокус. Кроме него были исследования, например, Кайра, мы все их помним. И в рамках них было показано, что последовательное или параллельное назначение всех цитостатических препаратов приводит к значному показателю выживаемости. И в этом году были представлены результаты исследования ПАНДА, в рамках которого изучался вопрос комбинации пани-тумумаба и комбинированной химиотерапии по схеме Фулфокс, и пани-тумумаба и инфузионного режима 5-туроцилла. Мы помним, что анти-GFR препараты не очень благоприятны в отношении комбинирования с таблетированными фторпиримидинами. Эти режимы два сравнивались у пациентов старше 70 лет, и кроме этого важно отметить, что допускалось неудовлетворительное состояние пациентов до 75 лет, ну а старше 75 лет пациенты должны были быть готовы, потому что переносить все-таки эти режимы. И что оказалось в результате? Оказалось, что никаких в клиническом смысле значимых различий между использованием двух этих режимов выявлено не было. То есть, по идее, у пожилых пациентов мы можем с диким типом КИРАС и ИНРАС мы можем использовать в качестве возможности инфузионные режимы ТОРОЦЕЛАС, в частности, ДЕГРАМОН, в комбинации с АПАНИТОМУМАТО. Другая группа пациентов – это те пациенты, у которых возможно использование активных комбинированных режимов. И для этих пациентов самое принципиальное значение имеет определение возможности выполнения полного статаредуктивного лечения. Здесь я взял, мне очень понравилось распределение пациентов на различные группы, которые были представлены в 2018 году на АСКО. Увидите, что где-то 70% пациентов, к сожалению, с амитостатическим заболеванием относятся к нерезиктабельным пациентам. 30% пациентов имеют заболевание, ограниченное печенью, и из них одна треть, то есть около 10%, могут быть резиктабельны с самого начала. В этом году были представлены данные исследования, проведённые в Японии, о целесообразности дополнения для пациентов с амфронт-резиктабельным метастатическим поражением печени, дополнения цитостатической, условно-адювантной химиотерапии. И оказалось, что, безусловно, химиотерапия позволяет увеличить показатели времени без прогрессирования, без рецидивной выживаемости, однако, к сожалению, не влияет на показатели общей выживаемости. Безусловно, это исследование подвергалось критике, и одним из вопросов, который ему задавался, являлось то, что вот такие значимые выводы с точки зрения влияния химиотерапии на общую выживаемость, они не были достаточно подтверждены с точки зрения мощности этого исследования. И поэтому маловероятно, что мы для категории пациентов с метастатическим заболеванием не будем рассматривать после выполнения полной циторедуктивного лечения рассматривать проведение условно-адювантной химиотерапии. Безусловно, здесь, конечно, имеет место принципиальное различие между теми пациентами, у которых появляется первичное метастатическое заболевание. Наверное, для этих пациентов даже после полной циторедукции цитостатической терапии будет иметь важное значение. И тех пациентов, у которых, например, сначала была выявлена опухоль кишки, которая была прооперирована, потом появился операбельный метастат из печени, которые были резицированы. Ну, это разные всё-таки категории пациентов. Так или иначе, к счастью для пациентов с колоректальным раком, химиотерапия обладает значимой эффективностью для этой группы пациентов. А перевод пациентов из пограничного резиктабельного состояния в резиктабельное, и выполнение полной циторедуктивного лечения позволяет достичь значимых показателей, условно назовём, безрецидивной выживаемости, потому что эти пациенты живут фактически без признаков заболевания, и для этих пациентов выживаемость уже переходит в годы, может достигать 5 и более лет. Безусловно, наибольшей, к сожалению, категорией пациентов являются те больные, у которых имеет место распространённое заболевание, к сожалению, нет потенциальной возможности для выполнения циторедукции, это либо мультиорганное поражение, либо значимое поражение одного из органов, либо поражение брюшины. И для этой группы пациентов, как я уже говорил, использование всех цитостатических препаратов имеет самое принципиальное значение с точки зрения показателей выживаемости. Но достижениями последнего времени является интеграция в лечение этих пациентов молекулярно-генетических исследований, которая позволяет выделить несколько подгрупп, для которых мы должны подбирать оптимальную последовательность использования нескольких вариантов лечения. Так уж получилось, что антиангиогенная терапия, тот вариант лечения, который был, наверное, первым среди таргетных подходов исследован, и с 70-х годов исследовалось крайне широко, огромное количество исследований, огромное количество предклинических исследований, огромное количество инвестиций и попыток идентифицировать биомаркеры, идентифицировать тех пациентов, которые будут наиболее чувствительны к лечению с применением антиангиогенных препаратов, к сожалению, не увенчались с успехом. И вот это результаты одного из относительно небольших исследований, опубликованных не так давно в Nature, около 300 пациентов, и исследовано влияние клинических факторов на антиангиогенную терапию при колоректальном раке. Оказывается, что ни КЕРАС статус не влияет на эффективность антиангиогенной терапии при колоректальном раке, ни фланг кишечника, что позволяет нам использовать эти препараты довольно широко и свободно, независимо от молекулярно-генетических факторов. Тем не менее, для пациентов с диким типом КЕРАС, с диким типом НРАС, когда мы встречаем такого пациента, мы, безусловно, встаем перед вопросом о том, какой же оптимальный режим мы должны использовать. Это должна быть химиотерапия вместе с биоцидумабом или химиотерапия с анти-GFR моноклональными антителами. У нас есть данные двух крупных исследований в совокупности, включивших около 2000 пациентов. Это FIRE3 и KELGB80405, в рамках которых проводилось сравнение принципиальных подходов первой линии лечения биоцидумаб против анти-GFR терапии с различными цитостатическими компонентами. Надо сказать, что довольно сходные были получены результаты. Так или иначе, получается, что для данной категории пациентов при использовании, как мы уже впоследствии знаем, пациентов с локализацией в левом фланге терапия на первом этапе химиотерапии и анти-GFR позволяет достичь большей глубины ответа, что, по-видимому, транслируется в относительно большие показатели выживаемости, что, тем не менее, к сожалению, далеко не всегда говорит нам о оптимальном выборе именно этого варианта лечения, потому что мы все знаем токсичность анти-GFR терапии, мы все знаем длительность, что длительность этой токсичности с паранихиями жить довольно сложно. Если мы исключаем из исследования также пациентов с мутациями и N-RAS, то это позволяет нам достичь, в принципе, значимых показателей выживаемости, которые чуть-чуть в цифровом значении в исследовании KLGB80405 были выше для группы с анти-GFR. Тем не менее, вот здесь представлены данные, уже числовые данные для показателей выживаемости получены в рамках этого исследования. И оказалось, что при опухолях правого фланга использование… То есть они, в принципе, протекают несколько более агрессивно, но для этих опухолей, несмотря на раз негативный статус, применение цитуксимаба не приводит к значимому увеличению показателей выживаемости. Важно отметить, что это не связано с частотой объективных ответов. Опухоли правого фланга практически так же хорошо отвечают на цитостатическую терапию при отсутствии мутации RAS, при опухолях правого фланга так же, как и левого, что требует от нас помнить об этой опции тогда, когда нам нужно достичь выраженного эффекта, выраженного уменьшения опухоли, и в последующем, возможно, рассматривать какие-то варианты цитаредуктивного лечения. В этом году были представлены результаты метаанализа, которые включили в себя метаанализы нескольких исследований, которые изучали вопрос чуть более агрессивного подхода в отношении лечения пациентов с колоректальным раком. Фулфуксири с биоцезумабом против дуплета с биоцезумабом. Пять исследований, одно из которых довольно крупное, исследование ТРАЙП. И оказалось, что всё-таки у пациентов, которые могут перенести этот подход лечения, тройная комбинация с биоцезумабом может приводить к значимому увеличению времени без прогрессирования и также влиять на общее увеличение общих показателей выживаемости. Крайне интересно, что подобная тенденция не распространялась на те опухоли, которые мы изначально стремились лечить чуть более агрессивно, чем обычно. Это опухоли с мутациями ВИРАФ. Для опухоли с мутациями ВИРАФ тройная комбинация не приводит к увеличению показателей выживаемости, что, наверное, требует от нас с сомнением относиться к этой опции для больных с мутациями ВИРАФ. Важно понимать, что, к сожалению, практически всегда, когда мы не рассматриваем стередуктивное, полное стередуктивное лечение, у пациентов возникает прогрессирование, и мы вставим перед вопросом о том, а что же делать дальше. Здесь, в зависимости от того, что мы использовали в первой линии, мы можем, даже если мы использовали антиангиогенную терапию, продолжение антиангиогенного воздействия может приводить к значимому увеличению показателей выживаемости. Исследование БРАЙТ, вы видите, что те пациенты, у которых продолжалось антиангиогенное воздействие после окончания первой линии лечения, после прогрессирования на первой линии лечения, мы могли достичь улучшенных и более значимых показателей выживаемости. То же самое, как и было показано и в другом исследовании, МР-18-47, дополнение терапии антиангиогенными препаратами во второй линии лечения позволяло увеличить показатели выживаемости. В случае, если есть возможность продолжить антиангиогенное воздействие на опухоли, во второй линии перейти на другой антиангиогенный препарат, ловушку против ЕГФ препаратов Либерцеп, это точно также может привести к увеличению показателей выживаемости, что и было показано в исследовании ВИЛЮР. К сожалению, увеличение не всегда имеет те значения в клиническом смысле, которые нам хотелось бы наблюдать. Тем не менее, безусловно, мы должны помнить о опции продолжения антиангиогенной блокады. И в частности, одном из её вариантов — это переход на другой ингибитор ВИЛЮР, Афлиберцепт. При этом важно помнить, что эффект от добавления Афлиберцепта сохранялся независимо от того, было ли использовано в первой линии антиангиогенное воздействие или пациенты получали только цитостатическое лечение. Надо сказать, что этот год ознаменовался интеграцией в наше представление о лечении колоректального рака и новых подгрупп, которые, безусловно, были известны довольно давно, но в течение последнего времени увеличивается число пациентов, увеличивается число вариантов лечения, которые мы можем использовать для различных этих чуть более редких подгрупп. Я уже говорил про блокирование ВИЛЮР. Мы все используем во второй линии гибитор ВИЛЮР в комбинации с анти-GFR препаратами, с туксимабом, с анитумабом, исследование Бэйкон. Были представлены крайне позитивные результаты. У нас даже уже есть несколько пациентов с изменениями ХЕР-2, которые получают двойную блокаду, тростозумабом, спиртозумабом. В этом году были показаны данные для отиспользования новых конъюгатов с тростозумабом и производными ИРИНТЕКАНА у пациентов с ХЕР-2 позитивными опухолями толстой кишки. Могут быть использованы ингибиторы НТРК, которые, к сожалению, однако, во-первых, встречаются редко, во-вторых, не позволяют достичь той длительности эффекта, которую мы привыкли наблюдать, для опухоли лёгкого, например, с железистой природой, с наличием активирующих мутаций. На этом, уважаемые коллеги, позвольте закончить. И в заключение мне хотелось сказать, что, по-видимому, будущее подарит нам не только новые группы препаратов и использование, новые классы, которые мы сможем использовать при опухолях колоректальной природы, но также, и, вне всякого сомнения, позволит нам по-другому комбинировать имеющиеся уже препараты для того, чтобы достигать максимального эффекта. Спасибо.